Виктор Мушинский 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 потом уже дальше больше как бы немножко такое захотелось почувствовать чувство свободы именно вот этого пространства и все остальное ну и заодно посмотреть мир повидать друзей и гостей я правильно понимаю что вы назад просто не решаете сейчас ехать я еще пока не думал по земле ехать можно через юг вообще спокойно мне сейчас уже появились много знакомых уже впоследствии до путешествия и предлагают ехать через китай вьетнам таиланд и вот так вот огибать получать огибать спокойно это круто вот вниз жена говорит я хочу поехать в таиланд вот велик день есть поезжает чем-то хуже виктора то есть финансово очень дешево да расскажи а какие-то вот вложения в транспорт нужны были тюнинг велосипеда взял как как был просто был велосипед и уже впоследствии какого-то движения ты уже выкручиваешь смотришь что тебе надо что не надо то есть я не знал вообще буквально что с собой брать как это брать как это делается ну где-то у кого-то увидишь каждый человек индивидуальности по себя подстраиваться по со стилю езды по сути то есть конечно техническое обслуживание нужно ему было а насколько много у тебя сумок было сумки будет получать сзади был багажник и багажник то есть тоже корзина да да то есть нет не корзина то есть штаны как это правильно штаны называется то есть две гачи получается сверху понял понял то есть начали на рюкзаке с рюкзачком попытался ездить как бы да но это после 20 километров я спина просто отвалился сразу вот давай тогда расскажем сколько всего ты преодолел и сколько в день преодолевал проехал я получается 8000 и в день я старался проезжать 100 километров то есть это нормальная норма как бы да для человека что ты утром восстанавливаешься у тебя мышцы не болят все это адекватно 8000 это за сколько прошло 8000 у меня было это расстояние не от иду то есть мне это было потратить целых пять месяцев 5 месяцев 14 дней то есть это очень большое расстояние как бы да но и времени тоже очень много потрачено то есть я как бы отдыхал в больших городах по недели в этих городах особенно долго остановиться особенно долго то есть мне самая первая остановка это была москва У меня там брат в Москве, получается, неделю прожил. С Москвы я уже поехал дальше, с Нижнего Новгорода, Казань. То есть очень интересно будем в Казани, я всегда мечтал попасть в Казань. Большая остановка была у меня, получается, в Чувашии, потому что у меня там сослуживец, как бы у меня жил. Опять же, все хорошо сложилось, как бы он приехал, как раз тот момент, когда я приехал. То есть, ну, все хорошо складывалось. Не вредно-то, да? Я очень счастливый, можно сказать, поцелованный кем-то там, да, что фартовый я, как называю. Расскажи, а вот как проходил вообще твой режим дня? То есть, ну, понятно, что весь день, скорее всего, ты ехал. Я отдыхал, ребят, я отдыхал. Мой режим дня – это был отдых. Все становятся по режиму, что встал в определенное время, попил кофе, пошел на работу, с работы там, какой-то фитнес, еще что-то. У людей так, у меня же было, как бы, проснулся во сколько захотел. То есть, ты спишь до последнего, пока ты реально бок не отлежишь себе и все. Встаешь, что-то как-то позавтракал, конечно же, да, завтрак обязательно нужен. И уже собираешься в путь. Да, ты лимит делаешь, успеваешь делать это 100 км. Где-то ты проедешь 60, где-то будет 120 проедешь. То есть, не было такого, что прям надо и все как-то. То есть, я никому ничего не должен был, я просто кайфовал. А дождь? Дождь, дождь. Что дождь? Ну, костер не разведешь, мокрая, холодная. Два с собой горелочка, да, то есть, газовая, то есть, все это, ну, адекватно, то есть. То есть, в палаточке спасаешься, как бы, пролежуешь. Я бываю, там, 2-3 дня лежал под дождем, просто ничего не делал. Да? Потому что ехать невозможно, да. То есть, ты, хотя люди нормальные, которые уже профессионально этим занимаются, велобахилы, да, как бы, чтобы у тебя, ну, там, сухие всякие дождевики и все остальное. У меня же, как бы, не то, чтобы неподготовленный был, я в процессе обучения. Самое сложное, что было? Вообще сложности не было. Не было? Абсолютно. То есть, как ты сам едешь, позитивно, мыслишь. Виктор, слушай, ты мотиватор, мне кажется, сейчас несколько людей захотели. У меня в голове уже все равно мысли, как бы, пока ты едешь, да, у меня такая цель была, почувствовать свободу, да, и уединение с самим собой. Именно, что, побыть наедине. То есть, очень люди часто не хватает вот этого. То есть, вы на студии, да, вы все равно находитесь в любви, в обществе, где-то спрятаться от людей. Ты домой приходишь, у тебя там семья, дети, еще что-то, а одному тут побыть не хватает на место. А люди должны испытывать это чувство, не то, что одиночество, а именно... Миротворение, да, спокойствие. Миротворение, да, вот как буддисты сидят, вот что-то это. И она вот этим очень сильно проникся. Я ехал по полям, получается, когда сезон цветения. Это был забавный случай, по-моему, что, представляете, поле просто бескрайнее, как океан, вот вообще, вот белых цветов, и пахнет медом, прям вот этим вот всем. Я такие, что, а, все, я хочу здесь переночевать. Просто сворачиваешь, короче, с дороги падаешь в поле, все, разбиваешь лагерь и лежишь, отдыхаешь. Потом я у местных спрашиваю, говорю, ребята, что за поле, что за цветы? Гречка. Да. Это села Гречка, моя любимая гречка, которую я там съел уже полтонны, как бы. А были какие-то еще курьезные случаи во время поездки? Самый курьезный случай был, это когда я только выехал, это самое начало путешествия. То есть я добрался с Калининграда до Питера на поезде, собрал велосипед, поехал. И буквально через 300 метров у меня отвалилась педаль. А мне до этого еще ребята, которые, ну, в Калининграде я работал, то есть поварская деятельность, все-таки день рождения у меня было. И мне подарили денег, там было 3000 рублей, короче, и мне такие вот, вот тебе на новые педали. Я такой, ну да, на новые педали, мне так велик хороший, какие педали. И все, короче, и тут такое, все это, у меня просто отвалилась педаль, ночь, что делать, как бы, да. То есть, ну, сервиса нет никакого этого. То есть снял хостел, переночевал, починил велосипед, получается, на следующий день. У меня ушло ровно 3000, новые педали. Насколько дорого вот подобного рода путешествия? Насколько дорого, если цифры называть, как бы, это все очень даже дешево. То есть я тратил 300 рублей в день на покушать. Какое-то оборудование, да, я уже, ну, заранее закупил, как бы, там, ну, тоже все формально, сколько там стоило. А в плане трат больше я на что не тратил сильно. Я единственный раз потратил 200 рублей на баню, потому что он промок где-то под дождем. 200 рублей на баню подождел. Все остальное время я в бане был раз 50. Слушай, ну, Виктор, как соберешься ехать в Таиланд, ты зови меня обязательно. 300 рублей в день, я поеду. Ну, я думаю, что нам пора перейти к Александру Владимировичу, потому что я тоже уверен, что у него очень интересные мотивационные истории. Как вы решили вот так, такое количество километров пробежать вообще? Самое первое, что запомнил, самое короткое, когда мы с Пашей, с колясочником, без рук, без ног, мы от Ангарска до Иркутска и обратно, вон на коляске я бегом. Вот это было самое первое, самое, просто мы хотели себя испытать. И мы с ним, ну, как бы одинаково мыслили. Нас взяла некая, мотивация основная была, злость. Почему? Вот здоровая там, бегут тысячи километров, вот это я про них, а мы чем хуже, ну-ка давай рванем, рванем. А, сотня прошла, давай, ни палатки не одел. Вот что было? Булка хлеба, две бутылки воды. Остальное у нас пути, народ у нас великолепнейший. Правильно сказано. Мы ни разу, и вот я за все свои путешествия, я ни разу не кушал, ни в столовой, ни в кафе, ни в харчевьях, ни в них. Меня люди кормили. Деревня, впрочем, если ты откажешься, они обижаются. И здесь, когда я прошел, не доходя до Красноярска, в Канске, там хороший клуб путешественников, тоже любители, они нигде, ни заявок, кстати, я ни заявок никуда не давал, по одной простой причине, она не проходила, медицина меня не допускала, потому что я был много лет парализован. И у вас сейчас инвалидность, я правильно понимаю? Естественно. И вот тебе ребята сказали, а слушай, а эти инвалиды на такое расстояние-то не входили. И ты думаешь дойти? Я говорю, если я поставил цель, пойду. Тебя сопровождать не надо, я иду один. Рюкзак в среднем 15-16 килограмм, я говорю, не палаточка, а дождевичок. И шел. Но у меня, от отличия от Виктора, было преимущество, это я так считаю. Меня вело МЧС. Я это буду спорить. Каждые 4 часа, если я молчу или прочее, звоночек, где находишься, нигде находишься, они сами говорили, где я нахожусь, минут через 20-30, через час по пути твоего движения в этом месте ожидается дождь, непогода, т.т. Вот эта информация у меня была очень четкая. Это вам смс-ки приходили? Нет, они звонили. Я правильно понимаю, что ангарский, какое-то вот ангарское отделение, да, или каждый раз раз? Нет, по России. Я подал, когда заявочку подал, наши иркутяне, МЧС, они приняли, и они просто передают по маршруту. Они звонят, где я перехожу границу, допустим, Иркутской, Красноярске, мне уже Красноярцы берут. Так вы же сказали, что заявка не прошла. Она не прошла официально. Я хотел рекордом поставить, зарегистрировать. Но, вот это наша бюрократическая система, и оказалось это еще лучше, потому что, как выяснилось, у нас в Норвегии, у нас в России это есть. Я сделал это впервые в истории. Сперва, вот с Виктором я очень согласен, и многим этим советую, никакого режима устраивать во время не надо. Надо просто кайфовать. Организм, тело, свое ощущение, оно очень прекрасно показывает. Но если я завалился, спать, погода ночи теплая стояла, может, в этом случае мне повезло. Если я проснулся, и весь красный от клубники. Я, оказывается, спал на клубнике, где, пожалуйста, собирай. Здесь, под Москвой, это чувашие. Я спал на горах яблоки, просто некуда было деть. Они мне предлагали две фуры, платить только за дорогу. Я, насколько знаю, вы также еще и плавали, да, на очень большое расстояние. Ну да, первый я близ щиты. В общем, опять прочитал, ознакомился. Мартин Стрелл, это Словак, чех по-нашему. Он в Миссисипи, Амазонку, проплывал в Дунай. Сравнил температуру воды там, плюс 30, течение, два катерка, вертолетик. А почему бы по нашим сибирским рекам, где температура воды намного ниже, течения непредсказуемы, а почему бы не просихунить? И, оказывается, никто, даже на лодках, вот это, не проплывали. Так вот, сначала с истоков, с Ингады и с Анона, никто не плавал. И по этим рекам расстояние, ну, допустим, по Анону, до слива с Ингады и Ингада, тоже никто. Меня увезли в Верховье Ингады, нырнул, очень мешало обмеление, если бы не битрокодил, один катерский, я разорвал маленький. Я был ободранный, как скелет был. И вот эта сама природа, когда тишина, ты и река, когда журавли, вот черные лебеди, они в Красной книге, они чуть ли не на голову, они садятся, я плыл в этой, ну, не чернота у них, грудки белые, ты великолепнешь. Когда антилопы дикие, дзерейны в Забайкалье их называют, они небольшие, чтобы под животом проплываешь, гидрокосюм мешает, он тебя наверх тянет. Я отпустил свой мешок, который буксировал с вещами, так она еще ногами подбрыкнула, чтобы я хорошо проплывал. Это же прекрасно. Лиса, не водоплавающая, но километра полтора она со мной плыла, по каким своим вещам я не знаю. Она рядышком со мной, попыркивала, вот рукой. Я просягал погладить, она в сторону не дается. Медведи выходят, я их четырежды видел, особенно по Шилке. Там места довольно дикие. Но они меня не принимали за человечка-то. Я правильно понимаю, что это как бы горные реки? Да, не все горные. Так горные реки, это пороги, всякие шиверы и прочие вещи. Пороги, шиверы. Я бы не сказал, что на все это так сложно. Были, да, вот 29 часов я не мог выбраться на берег. Это по Шилке, за Сретенском. 29 часов вы плыли? Я не мог просто выбраться на берег. То есть ночью тоже? Не ночью тоже. Ну ночью-то же вообще невозможно. Почему? Ночью реку видеть прекрасно. Вы не засыпали? Почему? А, то есть можно было даже немножко прикорнуть. Я поворачивался на спину, гидрокосмин, положительная плавучесть. Здесь у меня были специальные приспособления, чтобы голову лево-вправо. Как в самолете, да, такая подушечка? Типа нарукавников это сделал я сам. Я сюда одеваю, чтобы головой не захлебнулся. Пока меня берег головой не стукнуло, я спал. Если я правильно понимаю, то вы к нам пришли не с пустыми руками, а можете показать сейчас тот костюм, в котором вы проплывали эти гигантские расстояния. Я проплыл в нем. Опять же, впервые в истории. С Иркутска я рванул. Меня постигло немножко несчастье. У нас черь Байкала, дочь Байкала на гора. Девушка с хорошим характером. Но здесь... Кстати, вот этот костюм, ребята, которые прослышали, они подогнали под меня. Прекрасные ребятишки. Подогнали. Сканировали, посмотрю, но извините, как... Плюс 6, проще. Это 12 градусов. Довольно прохладно. Это ангара? Да. А насколько теплее в гидрокостюме? Он сколько градусов добавляет? А вот что вы сейчас чувствуете, сидите? Ну, мне комфортно. Сколько сейчас? Ну, градусов 20. Точно так же и в нем? Да. Еще и двигаюсь, тем более. Это штаны. Здесь. Вот одевается. Яночка. Как комбинезон такой. Теплая штука. Закон физики. Вот этот неопрен его изобрели для космических нужд. То есть я одеваю, я захожу в воду, он пропускает, он мокрый называется, он пропускает воду. Но пока он здесь доходит через эти поры, мое тело уже нагрело, я эту воду ощущаю. Иногда, когда повернешься или прочее, она же горячая струйка, где свободно. На верхушке гидрокостюма какая-то защитная штука на груди. Это капюшон. Нет, нет, на груди. А на груди мне специально ребята и подбирали, потому что по прошлому... У вас как у Железного Человека. По прошлому заплыл, почему первый гидрокостюм я выкинул, я упорвал об камне. И у кота или прочее. И неожиданно, ангара, извините, девочка своенравная. Здесь вот так же. Грудь и так же наколенники. Это ребята мне все подобрали. Сделали дешево и сердитые. Кстати, сколько стоит вот костюм вот этот ваш? В общем, все для ангара, что я взял, у меня обошлось в 30 тысяч. 30 тысяч вверх, вниз? Все вместе. У меня еще гидроботы. Их одеваешь, они без шнуков, без силов, они прилегают. Так что ноги у тебя тоже сухие. Слушай, Вова, ну прям мой размерчик. Нет. Это точно на меня. Да есть на велике, будешь плавать потом. 165 сантиметров, 65 килограмм. Килограмм, как я. Если будут, ну скажем, плотно, не прилегает, то будет пропускать. Неуютно. А вот этот 9 миллиметров, это толщина? Это его толщина. А преодолевали 3,5 тысячи и вы в пятерочке? В пятерке, там другой костюм был. В среднем 82 километра у меня выходило в день. Это световой день. 9 километров в час, это скорость течения. Средняя 9 километров в час. Плюс где-то километр я. Добавляли? 10 километров, да. И 12-14 часов это я плыл. Если я остановлюсь, кушаю я 8 вечера. Поэтому 8 вечера я останавливался. Если я в 6 заплыл, иногда и 5. Я не заплывал, светает рано. Все, 8 вечера мне покушать надо. Я на берег выхожу и я сплю. Если дождь, я костюм не снимаю. Я в воде. Или привяжусь, где мой брус или прочее. Я за дерево, за камень, я прямо в воде. Давайте тогда вот сегодня договоримся, что я рву в Таиланд с Виктором, а Владимир с вами на южный поезд. Поезд. Или поезд. Поезд. Дороговато, я связывался с... Договоришь, если сам с тобой, то ладно. Согласны. Я думаю, что ваши примеры, ну меня лично они точно вдохновили, потому что в любом случае, вот дух свободы, путешествия, это все, оно где-то внутри каждого человека сидит. Поэтому с нами сегодня были Виктор Мушинский, Александр Варенков, которые показали своим примером, что абсолютно это все возможно.